11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько, добрый день. Сегодня вторник, 2 октября. И по традиции в начале передачи мы знакомим вас с тем, что будет сегодня происходить в нашей студии. После 13 часов слушайте программу «Особое мнение». И гость особого сегодня вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. Он, по-моему, по-прежнему является членом Общественной палаты Российской Федерации. Ну, я уж, чтобы не тратить время, а много времени нужно, чтобы перечислить все. В Общественной палате сейчас идет формирование комиссий новых, новый состав приступает уже к делам практически. И там будет вопрос по этому поводу. После 12 у нас будет разворот со слушателями. Это значит, мы принимаем звонки 211-101. И тема будет следующая. «Год у руля. Что изменилось в Кирове с приходом Елены Ковалевой и Ильи Шульгина?» Мы хотим у вас узнать, горожане, как вы на себе почувствовали какое-то, может быть, изменение, в какую сторону, в лучшую, в худшую. Приведите, пожалуйста, конкретные примеры. В общем, готовьте свой доклад по поводу того, что произошло в городе за год. И видите ли вы, что новая команда как-то качественно изменила жизнь в городе или меняет, или стремится. 211-101 – это после 12 в развороте со слушателями. Сейчас у нас дневной разворот. И разговор с теми, кто действительно меняет мир вокруг себя. Да, да, да. В Кирове подведены итоги конкурса «Добрые дела доброму городу». Мне очень нравится это название. Потому что очень хочется, чтобы наш город был действительно добрым ко всем абсолютно. И тему эту нам задала Наталья Алексеевна Катаева. Она сейчас здесь с нами. Наталья Алексеевна, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Президент Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность». Да, совершенно верно. И ваши коллеги, тоже их сейчас представим, непосредственные участники этого конкурса и его победители. Да, Наталья Алексеевна? Совершенно верно. Ольга Лучинина, руководитель проекта «Добрые дела добрых семей». Ольга Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Наталья Демидова, руководитель проекта «Ее величество Матрешка». Здравствуйте. Добрый день. Собственно, с Матрешкой в руках. Матрешечка маленькая, да? У вас там за столом, под столом ничего не припасет. А, понятно. Это Матрешка, она раскладывается. И самые молодые участники нашей сегодняшней программы, ученики 56-й Кировской школы, это авторы, да? Можно вас так представлять, авторы проекта «Выдающиеся люди Землевятской» Светланы Симонова и Владислав Княжевск. Здравствуйте. 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 Наталья Алексеевна, нужно сначала сказать, что за конкурс такой прошел «Добрые дела доброму городу», на каких условиях он проводился, и кто вот эти люди замечательные, которых вы пригласили. Ну, тут надо вспомнить наш эфир в начале лета, когда вы приходили и подробно рассказывали о том, что вот стартует этот конкурс, и вы приглашаете всех неравнодушных, кировчан в нем участвовать. Ну, я читал, наблюдал за этим мероприятием, и, в общем-то, неравнодушных горожан нашлось довольно немало. Вы знаете, вот когда мы с вами говорили и мечтали об этом, и вот очень приятно, что мечта эта сбылась, и мы это смогли сделать. Наш фонд «Вятская соборность», мы приняли участие в городском конкурсе по поддержке местных инициатив «Время созидателей», стали победителями, и впервые в нашем городе мы предложили такой проект мини-грантов, чтобы любая инициативная группа могла сделать свой первый шаг, не обязательно нужно было юридическое лицо, не обязательно нужно было какие-то очень сложные финансовые механизмы осуществлять, и небольшие гранты от 1000 до 20 мы предложили нашим горожанам, чтобы они могли реализовать свою мечту. Это не были проекты по благоустройству, это были именно социальные благотворительные акции, которые мы хотели посвятить родному городу, потому что в следующем году нам исполняется 645 лет, и вот такие подарки городу мы хотели подарить уже сейчас, чтобы так потренироваться и сделать, может быть, более крупные подарки. Поэтому из 46 проектов эксперты отобрали 35. 46 заемок. 46. 46. И вы знаете, даже сегодня здесь мои коллеги, здесь совершенно разные инициативные группы. Это представители ТОС, это представители родительского объединения сородичей. На Наталью показывали ТОС, на Ольгу показывали сородичей. Да, Ольга у нас сородичей, Наталья председатель ТОС, инициативная группа школьников. То есть это были совершенно разные инициативные группы, чему мы были очень рады. Это без ограничений было участие. И вот когда мы сейчас промежуточные итоги подвели, то мы увидели, что вот на эту сумму, которую мы выиграли, 500 тысяч рублей, на 460 были реализованы проекты, выйдет большой сборник лучших практик, которые мы, кстати, представим в Литве общинам литовским и в Перми нашим региональным партнерам, которые работают с территориальным общественным самоуправлением. И самое главное, вот вы знаете, такая широкая информационная пошла кампания, мы никогда не ожидали, что сами проекты, у нас требование было такое, что не надо много писать на листах, вы лучше размещайте в соцсетях и на нашем сайте. И вот более 200 публикаций об этих конкурсах, о своих проектах наши инициативные группы разместили. Почему это важно? Вот вы отмечаете в самом начале, что очень важно было размещать. А я скажу, почему это очень важно. Вы знаете, о добрых делах, вот вятский народ, он очень стесняется говорить. Он может делать, но не скажет. И вот даже один из наших проектов... Вы знаете, сейчас про хорошее или про плохое говорите? А про плохое говорят, как это? Добрая слава, она тихонечко сидит, а плохая, она быстро бежит. Поэтому нам хотелось рассказать о тех добрых делах, о тех людях, которые есть в нашем городе, неравнодушных людях. И вы знаете, один из проектов, вот мы сделали такой справочник, сегодня вам подарим, Добрый город. Спасибо. Где можно ознакомиться с ним? Где он распространяется? Он и на сайте общественной палаты в электронном виде, его можно взять и на нашем сайте. Фонд «Авятская соборность», да? Да, и мы выпустили вот в печатном виде, всем раздали и нашим центрам местной активности, и ТОСам, общественным организациям. Мы здесь классифицировали общественные организации, которые помогают людям. Здесь спорт, здоровье, культура, добровольчество, помощь пожилым людям. То есть это вот такой добрый город, куда можно обратиться к тем общественным организациям, которые тоже имеют свой потенциал. Справочник называется «Добрый город», справочник НКО города Кирова. Полезная очень штука, да? Это, надо сказать, что эта история многие годы длится. Достаточно много и людей, и некоммерческих организаций занимаются хорошими делами. Действительно, и в социальной сфере, и в благоустроительной сфере. Но вот как-то собрать всё вместе вот эти практики для того, чтобы другие, те, кто только задумывается о том, чтобы что-то сделать такое интересное, полезное, чтобы они могли воспользоваться этой схемой, вот как-то не собиралось всё. То один ресурсный центр назначат, то другой назначат. У нас оказалось в этом году порядка пяти, мне кажется, ресурсных центров при разных каких-то ведомствах. Вот мы на общественном палате собираемся и говорим, и появляются какие-то новые люди. И в конце концов пришли к выводу, мне кажется, что Наталья Алексеевна решила взять в свои руки. Пришли к выводу, что надо не назначать, надо действительно тем людям, которые знают эту тему, давно в ней работают, а самим взять всё в свои руки. Надо брать и делать, да, получается. В свои руки, и поэтому я просто хочу сказать, что этот справочник, действительно, Володь, это очень важная история. Я надеюсь, что он будет пополняться, дополняться, и на сайте общественной палаты и фонде, ну, не только фонд, ведь Вятская соборность занимается, но на сайте общественной палаты концентрировать эту историю, потому что вот возникает мысль, что это сделать, и не знаешь, куда кинуться. Вроде в интернет заходишь, там говорят, здесь говорят, а кто эти люди, что они сделали. Конкретно, может, целевой какой аудитории оказать. Где описан этот вот механизм, люди не понимают. Поэтому вот ещё раз я должна подчеркнуть, что добрый город, справочник НКО города Кирова, который есть в печатном виде и есть на сайте общественной палаты, это важная история. Заходите и знакомьтесь. А в органы власти, муниципальные, областные, кстати, вы презентовали, им перепередали это всё дело? Целые папочки сформировали с лучшими проектами, с этим справочником. Вот, и я просто хочу очень быстро, вот некоторые даже названия просто назвать наших проектов, да, чтобы люди услышали, герои наши услышали, которые вообще, даже слушайтесь сами названия, Тосы, Вкроссы, Этновзгляд, Прогулки по Ленгасово, Нерастанусь с Комсомолом, Никольская дорожка, Известные люди Вятской земли, Любимого микрорайона 55, Экскурсии по родному городу, Её Величество Матрёшка, Шаг к успеху, Спорт в каждый двор, Дворовое торжество, Молодёжный фест, Двор ТОС, Дари добро, Собирайся народ, Большой хоровод, Тимур и его команда, Форум инициативы, Киров, Пермь. Представляете, межрегиональный форум провести за 20 тысяч, Перми, это Ленинский район, ТОС, города Кирова и Ленинский район, ТОС, города Перми. А пермики написали там свой проект, мы здесь. И за 20 тысяч провести межрегиональный форум двухдневный. Ну, фантастика. Вот ребята будут говорить, вы знаете, вот Её Величество Матрёшка, прогулки по Ленгасову, вы только выйдите на наш сайт Вятская Соборность, вы увидите проекты по 4 тысячи рублей, и фантастика, что они творят. Поэтому, вот я говорю, ветераны наши написали продвижение. Общественное признание лидеров гражданского общества, это как раз мы будем делать красивые знаки общественного признания, дипломы, будем на гражданском форуме награждать. Мы разные, мы вместе. Установка памятной доски, эко-бригады, Люба-братцы Люба, мастеровые вятки, мы все из СССР, добрые соседи, малая деревня, яблочный спас. Вот одни только названия. И, конечно же, добрые дела, добрых семей. Я вижу, что очень разные интересы у этих групп, которые поспользовались возможностью взять грант и сделать вот такое доброе дело, совершенно разные. Вы не ограничивали инициативу. А там было 5 у нас направлений. Гражданско-патриотическое, культурно-досуговое, спортивное, оздоровительное, духовно-нравственное. То есть люди могли сами выбирать, в каком направлении им подать вот свою заявку, но мы дали такой широкий спектр, чтобы вот люди могли свою идею вот в любом направлении. Прервемся на полминуты и приведем конкретные примеры. Итак, мы хотим привести конкретные примеры тех дел, которые в рамках проекта «Добрые дела доброму городу» прошли за это лето в Кирове. И, наверное, пойдем сразу по нашим гостям. Если вы... Я думаю, по 5 минут мы дадим каждому, да, руководителю проекта. Если вы не возражаете, я бы предоставила слово самым молодым. Мне кажется, это очень прямо важно. Ну, определяйтесь, кому микрофон-то, так, чтобы между вами было так непонятно. Владислав Княжев и Светлана Симонова, авторы проекта «Выдающиеся люди землевятской». Так, я вижу, что Владислав взял слово. Владислав, я вижу микрофон еще к себе. Скажи, пожалуйста, Влад, почему именно эта тема? И действительно ли вы авторы, или вы с чьей-то подачей это сделали, может быть, с чьей-то помощью? Социальный проект «Вятка туристическая», точнее, «Выдающиеся люди землевятской» — это совместный труд учеников школы номер 56 и их педагогов. Серьезно, Владислав. Да, это наш проект. Мы авторы, школьники. Этот проект начался у нас еще с 10 класса. А вы сейчас в 11? Мы сейчас в 11, да. Идея создания этого проекта пришла к нашему классному руководителю, учителю русского языка и литературы Мировской Наталье Аркадьевне. Она много путешествует и как-то впечатлилась, и решила создать подобный проект только для именно выдающихся людей Вятской губернии, Вятского края, Кировской области. Но ведь таких проектов достаточно много, и мы, собственно, уже хорошо знаем таких выдающихся наших земляков, соотечественников. В чем отличие вашего проекта, в чем фишки ваши? Мы провели исследование социальное на улицах города Кирова и среди учеников нашей школы, и выяснили, что... 56-я школа, это ОЦМ. 56-я школа, это ОЦМ, филейка, да. И выяснили, что мало кировчан, мало людей из нашего города знают о выдающихся людях землевятской. Видишь, какая, Володь, история. Мы-то здесь, конечно, постоянно об этом говорим. И у тебя программа, которая уже который год длится, сделана в Вятке, в том числе направлена на просветительскую работу, и вот сколько вы рассказывали. А люди все равно не знают. А люди все равно не знают или знают, ну, как-то вот пропускают, не акцентируют на этом внимание, потому что подход очень правильный, социальное исследование, да. Так, и вот вы провели социальное исследование, и кого люди называли или не называли? Мы спрашивали просто, например... Какой вопрос задавали? Много было вопросов. Например, знаете ли вы таких-то, таких-то, таких-то людей? Например, кого? Например, Курнаков. Курнаков. Ты знаешь Курнакова? Из науки очень знаменитый человек в своих кругах. Да, ну, были и довольно знаменитые. Например, Шишкин, Васильцов. А, ну, понятно. Таких людей. А там Булычев. Булычев. Таких тоже спрашивали, да. Ну, и потом составили список, список персоналей. Вот, получилось порядка 90 человек. Ну, 80-90. Вот, список составляли, ходили в библиотеки, книги, журналы. Конечно, статьи в интернете всякие. Вот, советовались библиотеками. Например, библиотека... Искали информацию, в общем. Да, искали информацию. Вот, сначала составили список. Потом вместе со школьниками разделили этот список на несколько частей. По направлениям наука, искусство, литература, спорт, вот, общество, политика. И начали искать конкретную уже информацию по каждому человеку. Вот, когда набрали информацию, отредактировали ее, проверили, чтобы она была фактически верной. И заключили... Фактически верной, и чтобы, главное, еще не было копипаста. Чтобы текст был авторский. Конечно, согласен, да. Вот, и заключили эту информацию в шаблон. Подготовили шаблон под постер. Вот, а затем получившиеся информационные плакаты с картинками, с рисунками разместили в троллейбусах, еще в общественном транспорте города Кирова. Вот. А знаете, как важно? Вот ты едешь с работы, замученный, уставший, да, и вдруг ты смотришь, позитивная информация. И ты волей-неволей пока едешь, вот даже у нас там ДДСК, да, 45 минут, час, ты знакомишься с этими людьми, даже если, может быть, вот я видела там Большев, да, вот очень много наших современников. Не обязательно там вот люди, которые... Да-да-да, вот я хотел выяснить, выяснить, вернее, выдающиеся люди, это какой период истории? Выдающиеся люди, это начиная от 17 века, например, Шамшуренков есть знаменитый. Ну, знаменитый наш изобретатель. Да-да-да. Леонидов. Ну, начиная, заканчивая, точнее, современностью, например, кого? Спортсмена, например, знаменитый. Из ныне живущих. Да, из ныне живущих. А, вот так вот достаточно широкий, временной спектр вы взяли. Да, давайте Свете дадим слово. Света, возьмите микрофон перед собой. А с АТП как-то пришлось договариваться, да, официально, чтобы они разрешили размещать в общественном транспорте, да? Так. Ну? Ну, какая реакция была, когда начали получать обратную связь? Как поняли, что, собственно, не зря все работы-то проделаны? Ну, мы проводили повторный опрос людей, собственно говоря. Вот. Они сказали, что постеры они, конечно, в транспорте видели, непосредственно информацию они получали, но все равно наибольший отклик они бы получили, если бы информация была в соцсетях. Собственно говоря, непосредственно, поэтому мы начали создавать различные группы, страницы в интернете. Лангрид замечательный сделали по самим, собственно, постерам, разделили их на категории, как у нас, собственно, это и было. Вот. Также предоставили информацию об актуальности, целях нашего исследования проекта. Куда предоставили? Вот на Лангриде это все было. В соцсетях. Ну, у нас тоже. Так что проводим еще дополнительные мероприятия. Вот давайте мы обсудим еще одну важную историю. Когда мы говорим о грантах, нужно обсудить, на что пошли средства. Во-первых, а велика ли сумма, которую вы выиграли в этом конкурсе? А во-вторых, на что они пошли конкретно? Ну, вот как раз все средства пошли на реализацию данного проекта. Какие средства? Сколько было денег? 20 тысяч. 20 тысяч рублей. Вот на что они уходили? Расскажите вот этот механизм там, да? Точно понятно, что на печать, например, на печать вот этих плакатов, листовок, которые расклеились в ВТП. На что еще? Ну, знаете, денежными средствами занимались, ну, вот точно не я. Влад сотрудничал с нашей классной руководительницей. Влад, расскажи, это важно. Подождите, Наталья Алексеевна. Мы не знаем, мы любим вмешаться. Это очень существенная часть работы, да, собственно, отчетность. Полностью все деньги, которые были выделены фондом Вятская Соборность, пошли на печать постеров. Это порядка шести или семи комплектов. Если у нас в комплекте 96 постеров, плюс титульные листы, постеры формата А3 на качественной бумаге, полностью все деньги пошли на печать постеров. По тысячу где-то, да? Непосредственно уже вот этих наглядных вещей. Так, ну. Немаленькая сумма ушла на печать. Да, сейчас в чем работа заключается? В интернете, да, вы сказали. Сайт отдельный есть? Да, есть отдельный сайт, латиницей prideofviatka.tilda.ws. Гордость, горжусь Вяткой, да? Или гордость Вятки. Гордость Вятки, да, это конкретно с нашими постерами. И страница в интернете vk.com slash черта prideofviatka. Вот это очень хорошая история, которую, мне кажется, можно бы обсудить и развить, потому что это не только дело, которое касается учеников, старшеклассников, и не то, что можно использовать там в своей работе, в проектной работе в школе. Но эта история, вот как раз, Наталья Алексеевна, про 650-летие города, мы делали не очень давно программу Urban, да, когда обсуждали, как мы готовимся к 650-летию. Здесь был Антон Касанов, историк известный, да, и просветитель. И мы поняли, что проекты есть благоустроительные, есть проекты грандиозные, всякие обходы, там, значит, подземные коммуникации, там, строительство того и сего. А вот идеологическая составляющая не продумана, нет у нас пока никаких проектов, посвященных этой теме, с чем мы подойдем к 650-летию, что нужно отметить действительно. Поэтому и возникают, мы тогда говорили, различные споры, установить тот или иной памятник, где его установить, что действительно людям нужно. И поэтому мне кажется, что вот эта история, которую ребята сделали, вполне могла бы тоже поучаствовать в разработке вот этого направления. Антон Касанов сейчас думает, и мы ему предложили возглавить эту историю, то есть собрать вокруг себя людей, которые это бы продумывали. Потому что все спорят по поводу того, где у нас и что устанавливается. Кто-то хочет обозначить прошлое, кто-то жаждет, чтобы все-таки направлены были в будущее, в том числе и малые архитектурные формы. Поэтому мы понимаем, что должно быть все, и работать над этим нужно. Вот есть, например, такой вот сборник, который ребята сделали, который тоже можно рассмотреть и на этой основе какой-то выработать стратегию. И получить не 20 тысяч, а 2 миллиарда, например. Из 130. Да, которые нужны на подготовку. Вы знаете, я как раз хотела что добавить. Вот как раз ребята говорили, куда идут средства. Это было одно из условий конкурса, что живыми деньги никто не видел. Ни фонд, ни получатели. Их задача была выписать счет. А были ли деньги тогда? Нет, ну а так. В банке они были. Выписать счет и оплатить. И поэтому это единственный финансовый механизм. И не нужно было им заморачиваться с этой финансовой отчетностью. И у нас были определенные документы. Это было очень просто. И еще раз напомню тем радиослушателям, кто нас слушает, ни одной копейки не ушло на заработную плату. Это было обязательное условие. Кстати говоря, здесь может быть, я понимаю, что очень маленькие гранты, но мы-то все-таки стоим на том, что если люди системно занимаются вот такой деятельностью, то зарплаты должны быть. Мы их поощряем через сертификаты, пожалуйста. Ой, прекрасно. Это можно было. Ольга Николаевна про это будет говорить. Поэтому это можно было. И мы говорили, благодарите людей. Говорите им спасибо. Тут просто на другой были направлены проекты. Мы сейчас должны будем уйти на короткий перерыв. Скажите, какое количество школьников было задействовано в этом проекте? Сколько у вас было? Ваша команда? Так, ну, когда мы начинали, собственно, работать над самим проектом, у нас было две параллели 10-х классов. То есть это около... Ну, не все же было актив. Нет, все были задействованы. 40-50 человек? 40-45 где-то так. Вот, плюс классные руководители, родители. Так что людей было задействовано очень много. И очень радовал тот факт, что все с энтузиазмом подошли к данной деятельности. Вот все прям понимали важность этого всего. И так вот с открытой душой, с горячим сердцем этим занимались. Смотрите, это очень хороший пример. Я надеюсь, что классные руководители, родители и школьники сейчас слышат, что такая возможность иногда открывается. Им можно свои проекты реализовывать не за счет, я не знаю, классного фонда или там просто пожертвований, но иногда возникает... Мы потом спросим, конечно, Наталья Алексеевна собирается ли она продолжать. Но и за счет вот таких мини-грантов. Это хорошая очень история, потому что всегда ищешь средства, где бы вот как раз напечатать и что-то сделать. Вот, пожалуйста, вам образец. Этот пример содержится в справочнике «Добрый город» на сайте Общественной палаты Кировской области. Прервемся и перейдем к следующему проекту. Да, еще два проекта у нас. Ее Величество Матрешка и «Добрые дела добрых семей». Через минуту буквально продолжим. Давайте продолжать. «Добрые дела доброму городу». Напоминаю, на сайте Общественной палаты опубликован справочник «Добрый город». Это справочник для НКО города Кировской области и не только. Для любых активных людей, кто хочет реализовать свою идею, которая, на ваш взгляд, принесет пользу нашему городу и горожанам. Вот там есть такой справочник. Некоторые из проектов мы сейчас освещаем с нашими гостями. Благодарим Владиславу и Светлану из 56-й школы. Вообще классно, конечно. Мне вот очень нравится, когда школьники так серьезно подходят к вопросу. И прям вот они погружены. И видно, что знают каждый нюанс проекта. А не просто из-под палки сделано, да? Потому что сказал классный руководитель. Это хорошо. Давайте перейдем к следующим проектам. Невозможно просто матрешку обойти стороной. Вот правильно совершенно поступил Наталья. Наталья Витальевна. Принеси сюда экспонат, потому что сразу же он привлекает внимание. Наталья Демидова, руководитель проекта Ее Величества Матрешка. Наталья, давайте прямо так же пройдем, чтобы было слушателем нашим понятным. Идея, сколько денег, сколько участников, как реализовывалось, будет ли продолжение? Идея проекта пришла ко мне уже очень давно, поскольку наша Слобода расположена... Наша Слобода это? Слобода Вахрина. Вахрина. Ой, где это Вахрина? Да, это самый край на авиатского района. Проще, наверное, будет сказать Корченкино, Луговые. А, ну все. Поняли. Вот, наша Слобода расположена обособленно за километр от других Слобод и основных улиц города Кирова. Поэтому какие-то общественные мероприятия проводить очень сложно, с другими жителями совмещаться. Дети наши в основном по проезжей части просто бегают, на велосипедах катаются. Взрослые, если свободное время провести, на обочине стоят, беседуют. Вот, вот как-то мне хотелось изменить это положение дел. И представился случай поучаствовать в конкурсе мини-грантов, сделать мероприятие. Как вы узнали? Мой муж послал мне рассылку. Ему тоже кто-то... Соцсети, да? Соцсети помогли? Электронная почта. Ну, хорошо. Рассылали, Наталья Алексеевна? По электронной почте какие-то сообщения? Да, и по электронной, и рассылки делали в соцсетях. Вот, сходили, поучаствовали в семинаре установочном, и вот как-то оно выстроилось, что сперва надо сделать мероприятие, потом пришла идея с матрёшкой его связать, поскольку у нас... Подождите, что вы изначально-то хотели? Всё раз проговорите. Изначально хотела я сделать мероприятие, которое объединит людей... Объединит вот жителей вот этой слободы, да? Да, и чтобы дети у меня не бегали по дороге, а где-то вот организованно своё время проводили. То есть о какой-то площадке, о какой-то зоне благоустроенной, да, вы мечтали? Или что? Да почему зоне-то? На благоустройство не направлен проект, чтобы люди общались и делом занимались. Так где? Не на обочине ведь? Где-нибудь. Да, вот правильно. Где-нибудь, главное, не на обочине. Ну и сперва было где-нибудь. После вот установочного семинара Анталия Алексеевна так вдохновила, сказала, ну помечтайте, люди, помечтайте. И вот пришла идея... Я им говорила, уберите сейчас слово проблема, оставьте слово мечта. И вот думайте, что вы хотите. Дайте волю себе, да, фантазии? И вот оформилась мечта рассказать детям о исторических корнях той земли, на которой они живут. Ведь Слобода Вахрина и соседние Слобода Луговые – это историческая родина нашей вятской матрёшки. Вот она где оказывается. Так. Захотелось рассказать, как раньше делали матрёшку, увидеть, как сейчас делают матрёшку, попробовать самим её сделать, ну, расписать хотя бы. Когда искали ветеранов, чтобы показать, как делали раньше матрёшку... Ветеранов матрёшечного дела. Да. Ты что, на игрушке? Родилась ещё одна идея, так это расширился цикл мероприятий, провести этнологическую экспедицию. То есть в каждый дом мы заходили, спрашивали, есть ли у вас какие-то инструменты, чтобы всё это собрать. Здрасте, матрёшка есть? На базе фабрики «Зао Сувенир», где на сегодняшний день производят матрёшку, сделать музей. А где эта фабрика находится? Слобода-Луговы. Рядышком. Да, в соседней Слободе. И террауправление Навятского района нам ещё подсказало, что можно всё это закончить ярким детским праздником. Вот так вот у нас и получился цикл мероприятий. Сколько денег вы выиграли? Затем мы посчитали, сколько нам надо, что у нас есть, и нам не хватило 4,5 тысячи на всё про всё. Сколько стоит мечта? Да, да. 4,5 тысячи нам нужны были только матрёшки-раскраски, это деревянные фигурки с контурами, и всё. Кто вам предоставил матрёшек, где покупали? Вот на этой фабрике, да? На фабрике «Зао Сувенир», да. Да, посчитали, и вот прям интересный случай такой на этом проекте, не могу не сказать. Когда мы приглашали всех на экскурсию, то у одной из жительницы Слободы в гостях была подруга из Австралии. То есть о нашей вятской матрёшке благодаря этому проекту узнали даже в Австралии. Эта жительница просто там купила всё, что можно было купить на этой фабрике, и наши вятские матрёшки теперь в Австралии живут. Дети вдохновились? Очень. Жители до сих пор говорят спасибо, ой, мы, говорит, ещё раз заходили, ещё раз покупали эти матрёшки, чтобы ещё они расписывали. Дома, дома уже, в кругу семьи. Дома, и на подарки берут, чтобы не только наши дети, но и дети друзей тоже прикоснулись к такой... И дети взрослые. А праздник итоговый получился? Я считаю, что получился, потому что... А где он проходил? Там же у вас непосредственно. Между нашими слободами, между слободой Луговые и слободой Вахрина у нас есть поле, которое раздали многодетным семьям, поэтому мы ещё пригласили все семьи многодетные и хорошо отметили праздник. Стол накрыли, мамы детей принесли угощение, самовар у нас. Вот так формируется комьюнити, соседская община, которая является двигателем всего современного развитого мира. У нас остаётся немного времени, всего 5 минут, ещё один проект и сакраментальный вопрос Натальи Алексеевне, что будет дальше. Так, Ольга, пожалуйста, Ольга Николаевна Лучинина, руководитель проекта «Добрые дела добрых семей». Суть вашего проекта, да? Суть нашего проекта — стимулировать развитие инициативы семейного города и, конечно же, популяризировать добрые дела, добровольчество, благотворительность. Для этого был объявлен конкурс. А почему возникла идея? В интернете переслал мне тоже кто-то письмо, что вот мы живём и всё мечтаем совершить какие-то великие подвиги, великие дела, а вся наша жизнь состоит из небольших, маленьких, добрых дел. Вот мы рождены, чтобы делать эти добрые дела. Пусть небольшие, но своими вот этими поступками добро нести людям, детям, птицам, животным, потому что об этом тоже писали. Да? Удивительно, вроде бы мелочь, но когда вот пишет ребёнок, что мы сходили в музей кровеческий и узнали, что, оказывается, из десяти птиц, там, девять погибают зимой, не от того, что холодно, им от того, что голодно и надо собирать. И всё лето они там, значит, семечки, арбуза, дыни сами собирали, а потом кормили и, говорит, мы так вот испытывали такое удовольствие, что вроде бы мелочь. На предмете окружающий мир об этом не говорят, к сожалению. Они говорят, а когда я рассказывала, очень коротко, на форуме инициативных граждан, там, взрослые говорят, да, мы тоже не знали, мы тоже будем собирать семечки арбузные и кормить зимой. Не хлебом, а вот мелочи. Потому что от хлеба тоже погибают. Да, да, да. Мелочи, вот уже из таких вот мелочей складывается, я думаю, что наша жизнь. Ну, расскажите, что за мелочи тогда? В проекте принял участие, может быть, немного, вот более 50 человек. Ну, видите, это было летнее время. Это много, очень. Летнее время. Вот, и, конечно же, это примерно половина семей, это семьи, сам инициативное, муниципальное казино учреждения, центр «Калейдоскоп», но более половины это семьи города, потому что у нас тоже рассылка и через центры местной активности была, и через ТОСы. Вот, писали о своих семьях, о своих близких людях, в стихах признавались людьми. Ольга Николаевна не сказала, что это конкурс «Эссе» был, творческий конкурс, рассказать. Да, я извиняюсь, да. Вообще проект, он включал в себя три больших таких блока. Это творческий, городской творческий конкурс «Эссе» стихотворений и фотографий. Затем это благотворительная акция «Собери портфель «Семья, семье». Вот, и игровая программа, ну, посвященная Дню Знаний. Вот, поэтому и награждали мы не только тех, кто принимал участие в творческом конкурсе, но и тех, кто еще проявил очень, ну, такую действительную активность, помог и в проведении праздника, и в том, чтобы собрать подарки ребятам. Это 40 детей микрорайонов Коминтерновские, Озерки, Домостроитель, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Подарки к новому учебному году, да? Да, к новому учебному году. Приведите какой-нибудь пример какого-нибудь эссе какой-нибудь семьи, который вам запал душу. Ну, мне очень понравилось стихотворение, наизуя всего не помню, писала Татьяна Микрюкова о доброй душе человек, значит, Светлане Горбушиной, которая в летнее время в поселке Гнусино собирала ребят по собственной инициативе, готовила сама материалы на свои собственные деньги, и проводили они различные мастер-классы, то есть она обучала их, вот, и... То есть что-то делать руками, да? Да, что-то делать своими руками, да, они там платья, и платья какие-то делали из творческих этих всех материалов, вот. И там такие замечательные слова, что мастера есть на каждой улице, они есть везде, везде, то есть вот нужно только увидеть, узнать, и вот это вот добро-то нести, там вообще замечательно, удивилась, что так можно. Много ли средств вам понадобилось на реализацию проекта? На реализацию проекта было, мы получили 20 тысяч грантовые деньги, и они все пошли на покупку сертификатов поздравительных, то есть у нас вот 14 человек — это победители конкурса, и 26 человек — это благодарственные письма за активное участие. Участники получили вот сертификаты подарочные, ну, в сумме 500 рублей. Понятно. У нас остается буквально минута, Наталья Алексеевна. Ну, вот понимаете, вот камень-то брошен. Дальше? Вы знаете, вот я бы, наверное, не стала за это браться, если бы не видела перспективу, поэтому мы презентовали и на форуме «Инициативно граждан этот проект», и будем презентовать в Литве, и презентовали у главы администрации, у главы города с пожеланиями о том, чтобы сумма именно на мини-гранты, она в следующем году была увеличена, и можно будет тогда увеличить и сумму мини-гранта, и сделать больше добрых дел для родного города. Ну, какую конкретно сумму вы бы хотели рассчитывать? Ну, я человек скромный, я просила не меньше миллиона. Не меньше, то есть два раза, да, сравнивая? Подождите, подождите, это хорошо, что нужно увеличить. Теперь нужно сказать людям, будет еще такой конкурс? Нам пообещали, Ирина Геннадьевна Щеголева, зам главы администрации города, выступая с приветственным словом на подведение итогов, сказала, что этот конкурс себя зарекомендовал, и я вас уверяю, что он будет продолжаться. Ну, значит так, гражданский форум будет уже сейчас, в октябре, какого там числа, я не помню? 18-го, 20-го, он как раз посвящен добровольчеству, там будет наверняка ваша тема. Анна Наталья Алексеевна, все, кто хочет познакомиться с нашими гостями сегодня, кто сам придет с какими-то идеями, готов поучаствовать в обсуждении, посмотрите на сайте общественной палаты. Даже могу назвать уже дату, 19-го октября в 13.30 состоится наша секция, которая так и будет называться «Социальные проекты-2018». Детский космический центр. Да? Да, в детском космическом центре ведь гражданский форум. Не знаю, правда? Но открытие будет в детском космическом центре. Слушайте, ну все на сайте общественной палаты. Это я еще не видела, потому что у нас и детский космический центр, и ВИАДГУ очень активно участвует. Если нас будет много, детский космический центр всех не вместит. Вместит? Не вместит. Светлана Витальевна ручается. Нет, я там была, мы уже прикидывали, подожди. Но все будет, вся информация там, мы, конечно, тоже будем поещать. Благодарим наших гостей, дневной разворот завершен. После 12-ти будет разворот со слушателями. Первая часть завершена. А, хорошо, да. Роскомнадзор. Разворот со слушателями. 211-101, номер телефон прямого эфира. Мы будем говорить об этом вот в промежутке времени, когда у руля находится Елена Васильевна Ковалева и Илья Вячеславович Шульгин. Мы просим ваших историй, насколько вы удовлетворены их работой, приведите примеры. Спасибо. Спасибо. Спасибо.